Благоприятный бизнес-климат в стране позволяет предпринимателям запускать перспективные проекты, расширять свою деятельность. Но у этой медали есть и другая сторона. Сегодня речь пойдет о выделяемых землях, которые не используются по назначению, при этом нанося весомый ущерб здоровью местного населения. Наш следующий репортаж подготовлен на примере Пахтачийского района Самаркандской области. В последние годы принят целый ряд документов, направленных на усиление предпринимательской деятельности в стране. Согласно закону Республики Узбекистан, 20 августа объявлено Днем предпринимателей. Ежегодно в связи с этой датой глава государства проводит открытый диалог с представителями данной сферы. В соответствии с постановлением президента в этом году он состоится в Каракалпакстане. На фоне же такой всесторонней поддержки, являющейся приоритетом политики государства, к сожалению, встречаются и те, кто злоупотребляет таким вниманием. Как говорится в обращении поступившим от жителей исхода граждан Махали Чаргуша Пахтачийского района Самаркандской области, Нурмухаммад Джураев через аукцион приобрел для возведения тепличного хозяйства почти 3 гектара земли пункта приема хлопка сырца. Однако площадь используется совершенно в других целях. Точнее, сюда завезли 10-15 тысяч тонн песчано-земляной смеси, которая предположительно содержит частицы золота, и они извлекаются химическим способом. Население же недовольно тем, что атмосфера загрязняется ядовитым, неприятным запахом. В целях получения золота используются различные химикаты, от которых очень вредные и неприятные запахи в воздухе. Невозможно просто дышать. Такое положение дел продолжается вот уже три месяца. Обратились в районный хакемиат, который принимает меры. Сейчас все, что завезли, вывозят, но процесс этот протекает очень медленно. Мы хотим дышать чистым воздухом, чтобы дети не болели. Здесь был бассейн длиной 80 метров, шириной около 5 метров, заполненный кислотой в перемешку с водой. В общем, было невозможно уже терпеть. Возникает и другой резонный вопрос. Не превратят ли химические средства почву в непригодную для посевов? После обращений в различные инстанции здесь приступили к изучению данной незаконной деятельности. Мы провели изучение, которое показало, что площадь, выделенная для строительства, на ней теплицы. Здесь была яма. Сейчас проводится анализ почвы, из которой они хотели изулечь, кажется, какое-то вещество. После лабораторного анализа мы оповестим о его результатах. Почти месяц грузовые машины возили сюда землю. Более трех месяцев велась незаконная деятельность. А председатель Махали, активисты, инспектор профилактики, ответственные лица секторов районного хакемета, соответствующих организаций, просто не замечали этого. Как такое возможно? Непонятно. Мы не знали об этом. Площадь расположена на территории Махали. «Приходил я в те села, но сюда не проходил. Нельзя проходить через чужой двор». Объяснение, честно говоря, невнятное и неаргументированное. Никакой конкретики. В процессе изучения не получилось взять интервью у лица, которая и организовала эту работу. Его же брат Бекмухамад Джураев утверждает, что из смеси извлекают не частицы золота, а строительный клей, что не имеет никакого подтверждения. «Я занимаюсь производством строительных материалов. Здесь мы планировали получать клей. Из-за того, что это беспокоит население, очищаем территорию». Везде царит антисанитария. В настоящее время отработанную песчано-земляную смесь вывозят. Но куда? Ведь в ней вредные для здоровья человека вещества. «Землю выводят на полигон, где и утилизируется. Это место находится в 12 километрах от места проживания населения». Откровенно говоря, подобные случаи просто шокируют. Неужели такое возможно в населенном пункте, где живут люди? Ведь быть предпринимателем не значит делать все, что заблагорассудится. Тем более, когда это представляет опасность для здоровья и жизни населения, детей. Надеемся, данный факт в скором времени получит правовую оценку. А мы вернемся к этой теме через месяц.